Всем привет! Вторая серия прохождения за Францию. Положение экономической Франции на старте, конечно, оказалось намного хуже, чем я ожидал. У нас большой дефицит всего снаряжения военного, как и видно. И в промышленности, французская промышленность не справляется с пополнением даже того, что у нас есть, дивизии. Я еще дивизии даже не нанимал, не обучал новой, и у нас уже такой дефицит. То есть буквально на все хватает, на все снаряжение только по одному заводу выделять примерно. Надо поставить сохранение еженедельное, то там на форуме говорят некоторые, что довольно часто игра вылетает. Есть некоторые ошибки, все равно баги, из-за которых игра вылетает иногда. Так, ну вот вслед за Италией из морского соглашения выходит Япония. Ну, об ограничении тоннажа судов строительства новых военных кораблей. И почему-то политвласть падает у нас, а не у Японии. Типа то, что мы это, типа то, что мы это, не возмущались, просто протерпели. Вот, в общем, вот буквально на все хватает по одному заводу. А еще надо будет производить танки в будущем. Которые будут наши основные, вот эти вот Самуа ИС-35 и Шар-Б-1БИС. На них нужны будут заводы, потом. Потом нужно будет еще радио производить, радиостанции, ну, для того, чтобы получить связь в дивизиях. Потом нужно будет вот эти пехотные орудия производить и авиацию. Потому что сейчас у нас авиации около 600 самолетов, 700. То есть мы сейчас пока не производим самолеты, пока мы не исследуем новые модели. Вот, а потом нужны будут заводы на все это выделять, брать откуда-то. Да, и сейчас у меня все армии, почти все армии, занимаются зарядкой, ну, тренируются. Тут тоже надо поставить, потому что здесь новички есть, чтобы они дошли до уровня регулярных. Вот, и когда они тренируются, ну, когда они фармят опыт армейский, они еще тратят снаряжение. То есть то, что у нас здесь минус по снаряжению, у нас еще больше минус будет. В общем, дефицит снаряжения очень большой. Поэтому новые дивизии я пока не ставил на обучение. В принципе, нам надо еще до 30 довести количество дивизий пехотных. Желательно 10 дивизий гранд-стрелков. Механизированных, ну, штук 6, к началу войны я имею ввиду. Колониальных, ну, 20-ка, сейчас 17. Тут все нормально. Ну, и танковых еще штуки 3 хотя бы. То есть довести до 8 дивизий танковых. Естественно, надо здесь шаблон поменять. Потому что если в дивизии только одни танки, вот как здесь, то очень низкая организация. 6 всего. Надо, чтобы было хотя бы, ну, 30 где-то у танковых дивизий. У пехоты должна быть большая организация. Сейчас у нас 19 всего организаций пехотной дивизии. То есть здесь надо до 25 довести ширину фронта. Еще за счет пехотных батальонов. Плюс 1,1 каждый батальон организации дает. Пехотная артиллерия и противотанковые орудия дают минус к организации. Так, у нас по-прежнему не хватает горючего. Закупимся нефтью. Так, ну, 4 фабрики мы тратим на 32 единицы нефти. Из Советского Союза возьмем еще из США. Еще 5 фабрик. Сейчас у нас горючее потребляет в основном авиаармия. Так, по решениям. Что мы можем по решениям? Ну, у нас пока политвласти минусы у нас. Мы сейчас здесь особо ничего не можем прожать. Кроме вот этих вот национального влияния, иностранного влияния. То есть в наших протекторатах. Страны, которые находятся под нашим протекторатом, заслуживают только лучшего и справедливого управления. Дестабилизирующее влияние из чужих идеологий должно быть пресечено. То есть вот национальное строительство в Ливане, национальное строительство в Индокитае. Это дает рост стабильности там, скорость строительства всех построек. Ну и поддержка демократических партий. Так, ну, здесь у нас, наверное, самый ценный союзник это Марокко. Самый ценный наш вассал. Хотя, по ресурсам в Марокко особо ничего нет по ресурсам. В Тунисе есть сталь, а вот в Сирии... Так, в Сирии что, ничего нет что ли? Да ладно. Ну, да, тут только промышленность. В Ливане три фабрики, два военных завода. Так, что у них там вообще по управлению? Здесь либералы. Здесь тоже либералы. Марокко у нас патернализм, авторитарный. Король Мохаммед V. Здесь у нас Мохаммед, Мохаммед Эль Амин Бей. В принципе, тут все нормально. Ну, можно Марокко прожать, чтобы они там... Сколько там стабильность у них? 56. Здесь тоже 56. 53. 53. Так, все равно не хватает нам горючего. Хотя всего 11 фабрик осталось, которые строят сейчас фабрики. Другие... 104. 104. NFе. 195. Остарки. Остарки. Горючее тратится, потому что все армии тренируются. Надо, чтобы все дивизии дошли до регулярных, вот этот уровень был. Чтобы у них не было штрафа ко всем их навыкам. Здравствуйте. Выraедите! Да, опыт мы в первую очередь фармим, армейский опыт, на то чтобы исследовать доктрину сухопутную. Первую доктрину из глубокой обороны, оборонительную, вот. Ой, не эту, а... Так. А, сначала надо исследовать две доктрины времен Первой мировой войны. Вот эту. И вот эту. То есть вот 25... За 25 армейского опыта можно будет ее со скидкой изучить за 141 день. Так, у нас свободные верфи появились. Ну, естественно, ускорим строительство наших... Так, наверное, устаревших образцов от этих подводных лодок. Чтобы быстрее с ними закончить. Так, как мне... Экутер! Второе лондонское... Это морская конференция по второму лондонскому морскому соглашению. Ну, мне сейчас вообще... Флотом заниматься вообще некогда. Мне, в принципе, все устраивает вот в этих ограничениях, которые там... наложены. Потому что у нас... корабли строятся. Еще они долго будут строиться. Корречка служим... Продолжение следует... Продолжение следует... Палубный истребитель... А, или электроника. Так, истребитель палубный... А, это бомбардировщик палубный. Дальше... Что мы можем... Берем, наверное, радио. Радио дает бонус к скорости восстановления, скорости планирования. Его надо производить тоже отдельно. Ну, или возьмем... Так, возьмем, наверное... Скорость строительства, наверное, все-таки пока что возьмем. Вот это вот строительство первого уровня со скидкой. Чтобы увеличить скорость строительства фабрик. Так, вторая ячейка. У нас только авиация допускается. Так, сейчас... Французская национальная железнодорожная компания. Что она нам дает? Максимальный уровень инфраструктуры в четырех провинциях. Так, дальше фокус. По фокусу дальше... Что дальше? По фокусу дальше будем продолжать развивать нашу... Нашу экономику. Так, колонии. Скорость строительства инфраструктуры и морских баз. Мне, в принципе, это особо не надо. Так. Соглашение ВИНО. Это соглашение о расширении автономии Ливана и Сирии. Пока что оно нам недоступно. Без вот этого фокуса. Нам можно либо развитие Туниса, развитие Марокко. Или борьба с безработицей. Уменьшение безработицы. Вот, кстати, вот это офигенно полезная штука. Целая программа. С последним экономическим кризисом. Со временем последнего экономического кризиса безработица продолжает оставаться высокой. И низкая продуктивность. Мы должны начать уверенную кампанию по инвестициям и созданию новых рабочих мест. Так. И в результате у нас появится аж 5 фабрик. Короче, построим 5 фабрик. Ну, это программа типа нового курса Рузвельта тоже такая. Он же там тоже создавал массовые эти программы общественных работ, типа чтобы повысить занятость. В рамках выхода из депрессии. Не любит Германию. Так, значит, по авиации. Что мы исследуем в авиации? Ну, в принципе, пока у нас завода свободных нет, поэтому мы сейчас с авиацией все равно заниматься серьезно не будем. Ну, можно истребители вот эти. Сколько у нас истребителей? А тут еще рано изучать морской бомбардировщик, но нам обязательно нужен Латекуэр-298, чтобы прикрывать наши берега, особенно в Средиземном море. Ну, возьмем. Больше брать нечего, как бы. Тут все опережает время. Ну, вот, 37-го года этот истребитель Моран Сольнье, но он без штрафа. Так. Тяжелый бомбардировщик. Очень маленькая атака наземная. Который у нас сейчас тактический бомбер. Сколько атака наземная? Пять. Либо истребитель, либо тактический бомбардировщик средний. Блош МБ-210. Вообще, я хотел сделать ставку на какой-то... тактический бомбардировщик. О, это что-то вообще у всех очень-очень маленькая наземная атака. Легкий бомбардировщик. У всех. У всех. Вот этот морской бомбардировщик. Вот этот морской бомбардировщик. Просто вот этот... Вот эти нет смысла изучать, потому что они не связаны вот с этими. Просто потеря времени. Тогда сразу вот эти надо изучать, чтобы они были... Потому что от них дальше вот можно развить их линейку. Вообще, конечно, стратегические бомберы здесь могут сыграть свою роль, зарешать. Потому что они... Потому что здесь снабжение очень важную роль играет в этом моде. И можно вот, как я вот Италии тоже... Когда за Италию играл, тоже мне там стратегические бомберы очень сильно помогли победить Советский Союз. Ну ладно, возьмем вот эти пока. За штрафом. 229 дней. За опережение времени. Штраф. Капочка. Продолжение следует... Так, кстати, я еще флот не расфасовал, сейчас самое интересное начнется. О, кстати, у нас... Так, это, видимо, склады на старте не просчитались, у нас 1000 минометов на складе лежит лишних. И 500 снаряжения кавалерийского, то есть оно у нас уже идет в плюс. Можно нам поменять военные заводы. Вот, снимем завод с минометов. Из кавалерийского... Ну, кавалерийская... Ладно, оставим. Среднюю артиллерию тоже оставим, пока что. Так, значит, теперь флот. Авианосис, наверное, мы перебросим в Тулон. Может быть, он чем-нибудь поможет здесь против талии. Прикроет хотя бы издалека ее. Так, кстати, у нас порт в Ницце. У нас относится к морскому региону, который... Это Теренское море, то есть итальянский регион. Это на самом деле плохо, потому что итальянцы могут здесь господство воздухе сделать, вот в этом регионе. И попробовать высадиться здесь, сюда. Им здесь проще будет, чем вот сюда вот высаживаться. С прикрытием авиации. Все равно не хватает горючего. Семь фабрик всего осталось. Так, ну что, ну, начинаем. Подводные лодки. Эсминцы. Зачем столько много эсминцев прикрывает один авианосец? В принципе, десять точно хватит. Так, авианосец пока у нас будет в Марселе. Здесь эсминцы. Так, подводные лодки. Шаблон. Так. Выборы. Публичные требования перевооружения. Ну, раз люди требуют перевооружения, в принципе, люди имеют право чувствовать себя в безопасности. Так, экономический закон изменится на раннюю мобилизацию. Прирост политвласти еще плюс пять процентов, но уменьшится количество рекрутов. Так. Тут, да, ну, тут такое двойственное, конечно, решение. То есть, тут и минусы есть, и штрафы, и плюсы, и минусы. Ну, скорость стрельства, укрепление, да, это хорошо. Сейчас у нас гражданская экономика, она поменяется на раннюю мобилизацию. И поддержка войны будет еще плюс пять процентов, то у нас сейчас всего тринадцать процентов. О, повысилось. Так, подписано второе лондонское морское соглашение. Так, национальный фокус мы изучили заочно, так сказать. Пропустили перевооружение. То, что у нас закон об экономике поменялся на раннюю мобилизацию. А, ну, у нас сейчас изучается понижение безработицы. Так, флот. Что у нас с флотом? Авианосец. Где наш авианосец еще плывет? Это кто такие? Куда они поплыли? Подводные лодки. Я же никого не приказывал. Плыть в Средиземное море. Так, в Средиземном море. Ну, вот тут, в принципе, есть хорошие места для подводных лодок. Где океаническая глубина. Кстати, вот в этом моде еще одна интересная фишка по сравнению с ванилой, связанная с морскими регионами. По-моему, их тут больше стало. Вот в том числе они Ла-Манш. Пролив Ла-Манш. Они разделили на две части. И они разные по характеристикам. Если вот здесь мелководье, а в ваниле этот регион весь мелководный, то здесь только одна часть, которая ближе к Англии мелкая. Где заметность для подводных лодок, допустим, плюс 25%. А вот здесь, которая ближе к побережью Франции, часть пролива, это фьорды и архипелаги. И здесь бонусы есть к заметности для субмарин. Минус 15% заметность. И другие корабли тоже, минус 10%. Вот, то есть, ну, можно что-то придумать с этим. Если, допустим, за Германию играешь, за ось, то можно здесь попробовать вот как-то вот так вот, ну, пройти вдоль побережья незаметно. На самом деле был такой, ну, известный факт, рывок через Ла-Манш, когда немецкие корабли из Бореста успешно прошли. Ну, в 42-м там или в 43-м году, где-то так. Прошли, ну, вообще успешно, без потерь. Еще, по-моему, даже несколько самолетов сбили английских. То есть, вот это они на самом деле правильно сделали, что разделили. Потому что здесь такое место, ну, как бы ключевое. Вот. Подводные лодки, вообще, дальность маленькая у подводных лодок. 730 километров всего. 630-я серия. Так, куда их запустить? В принципе, наверное, тоже пусть они здесь плавают, вот в этом океане. Ну, в западном Средиземном море. Так, вот у нас прошли выборы. Следующие выборы в мае 40-го, через 4 года. И на выборах победил Народный фронт. Ну, это известное событие, победа Народного фронта во Франции. Это, как сказать, это, короче, коалиция левых сил. То есть, это коалиция социал-демократов, коммунистов и не совсем левых социал-либералов. Вот. Социалисты и радикалы. Ну, радикалы, это называется радикальная партия. Вот это вот социал-либеральная, которая сформировали правительство. Ну, и коммунисты во главе с Моррисом Торезом в парламенте поддержали их, естественно. Сформировали правительство во главе с Леоном Блюмом. Франция надеется, что Леон, правительство Блюма имплементирует, ну, внедрит социальные реформы, чтобы выйти из текущего политического кризиса. Народный фронт сделает все возможное. Ну, все у нас... Че, не поменялся? Странно. Че, не поменялся премьер-министр? Так, ну, вот эти вот четыре фокуса этой ванили точно есть. А вот этот вот инфляция. По-моему, в ванили его нет. И он дает очень плохой дебаф к скорости строительства всех построек, минус 15%. То есть у нас сейчас... Да, экономика Франции, конечно, это капец. Но армия тоже не радует, конечно. Расфасовываем флот. Все береговые субмарины отдельно от обычных субмарин. Я так понимаю, они отличаются по дальности действия. То есть береговые... Вообще 600 километров всего дальность. Обычные... О, есть вот обычные субмарины хорошие. Класс Сапфир. 2612 дальность. Это хорошо. Так, здесь у нас 600-я серия стоит субмарины. Всю 600-ю серию отправим. Восточная средиземноволия. Так, класс Миневра. Минерва. Минерва. Тоже, в принципе, можно туда отправить. Редоу-тейбл класс 2200 дальность действия. Эти можно вывести сюда в океанические лоды. База у нас... Вот в Бордо хорошая база. Хорошая бухта для подводных лодок. brains в бухта для подводных лоды. Редоу-тейбл класс 2200-й. Субтитры на таланее. Редоу-тейбл класс 2200-й. Редоу-тейбл класс 2200-й. Редоу-тейбл класс 2200-й. Редоу-тайбл класс 2200-й. Так, 600 серия вся здесь будет. Так, здесь у нас стоит два линкора, Корбет и Париж. Дизайн. О, дизайн мне кажется слабоватый. Основная батарея 12-ти пушечная, 305-ти миллиметровая. Можно было бы еще добавить, кучу всего поставить. Но это когда будет у нас опыт. Так, изучились у нас пехотные орудия и базовые станки, инструменты всякие. Так, дальше изучим, естественно развиваем промышленность. Так, тут либо контроль качества на производстве и потом дальше тут куча тоже всяких очень полезных вещей вот здесь они добавили. Связанных со здоровьем людей, там с пищей тоже нужное все. Так, и промышленность, тип промышленности либо концентрированная либо рассредоточенная. Вообще, тут в принципе бонусы есть и у тех и у тех. Рассредоточенная она более стойка к бомбардировкам. Вдруг немцы, немцы настолько наглые будут, что начнут бомбить Францию. Рассредоточенная она более стойка. Перемь. Хорошо. Рассредоточню. Рассредоточенная она более стойка к Бомбассаму очень , в частности,iful ируя. М util購ирает благослеп radar на KA. Понятно. что мы возьмем ну здесь если концентрированная то растет объем производства промышленного растет больше здесь плюс 16 раз и точно здесь уже плюс 20 так какой-то футбольный клуб в лохосе создали британцы короче какой-то бред вообще в этом в тибете иностранное влияние уже везде хрень какая-то в общем возьмем мы вообще конечно исторично это концентрированная промышленность по идее должна быть завку франция ладно возьмем концентрированную но если нас немцы будут бомбить это будет пипец так дальше что у нас тут можно изучить так ну морскую пехоту и фото выдавая мы не будем заниматься настолько горно стрелки так изучим тут реально пока даже особо нечего изучать а в зато потом сразу будет куча всего нужно все еще со штрафом за опережение времени сейчас без штрафа нечего исследовать принципе только если выдавая но выдавая мы заниматься не будем ну возьмем пока что реактивную артиллерию мы тут тоже не можем не будем заниматься этим так либо улучшение гарнизонного снаряжения либо противотанковые ружья либо улучшение основных винтовок либо пистолеты пулеметы на так и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для того, чтобы занять рабочих Так, дальше Субтитры создавал DimaTorzok В принципе, можно исследовать Вот этот национальный центр Научных исследований Это добавит нам еще один слот Ну, у нас сейчас же Народный фронт пришел к власти Народный фронт начал экономические реформы Вот это вот Французская экономика Находится в очень ненадежной ситуации Мы должны Инициировать экономические реформы Чтобы снизить инфляцию Стабилизировать франк Ну, это национальная валюта Французская франк Потому что он в это время Девальвировался Вот И снизить Дефицит Политвласть Плюс 60 Субтитры создавал DimaTorzok Вот У этой вот Флотилии Подводных лодок Дальность нормальная Почти весь Атлантический океан Покрывает А, ну это за счет того Что у нас вот здесь борты Еще есть Италия до сих пор воюет В этой Гарде ворон В Офиопии Резалла Япония хочет достичь гегемонии Восточной Азии Начинается конфликт интересов Ну да, Япония может начать Кидать предъявы На наш На наш этот Индокитай Так Ну, матиньонские соглашения Да, это известная 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 вот эта реформа Матиньонские соглашения Связанные вот как раз С Народным фронтом То есть они там провели Такие реформы В интересах Ну, рабочих Самых бедных То есть там вели 40-часовую рабочую неделю Там Двухнедельный Ежегодный Оплачиваемый отпуск Потом повысили Немного зарплату Вот Снизили там Налоги на бедных Ну, такую, короче Политику довольно Такую популистскую Проводили Создали органы Рабочего контроля На предприятиях Вот Коллективные договоры Там с профсоюзами Вот Ну, то есть Такая Популистская Политика В интересах Рабочего класса Ну, почему-то у нас Премьер-министр Не смеялся Хотя реально Премьер-министром Должен быть сейчас Леон Блюм Который возглавляет Социал-демократов Это, видимо, баг Судобья Ли-м Справiente collecting Судобья Устробры Должн Судобья Ребята Ребята Судобья Лет gonna Судобья Судобья Попо О, кстати, мы можем расположить наши подводные лодки в Ницце, как раз в Теренском море здесь нормально, здесь глубоко, то есть здесь подводные лодки минус 10% заметность. Так, первый флот. Так, добыча ресурсов, эффективность добычи ресурсов первого уровня, плюс 8% эффективность добычи ресурсов. Так, это у нас первый флот. Так, это у нас первый флот. Так, первым флотом у нас будет командовать... ...помоги в Москву. Природа на войне, нам как родная мать, но есть время хорониться, а есть время наступать. И вскоре объявились в обравших городках, и стали все крушить вокруг, разбили внуку врать. Жалко, нету здесь этих адмиралов, которые с бонусами. Типа это броня крупных кораблей, там вот этот вот, железяк или как он называется, бонус-то. Так, ну возьмем тогда командующим на линкоры. Жан-Мари Шарль Абриаль. Шанс получения критического повреждения минус 5%. Это важно. Так. Подводная флотилия у нас... Морских волков тут много. Морских волков тут много. Субтитры делал DimaTorzok Сайлент Хантер А, их не хватает Командных очков не хватает Чтобы черту назначить ему Танк Авианосной группой нашей Во главе с авианосцем Биарн Сколько он вмещает Самолетов, кстати А, уже 33 всего самолета Блин, вообще печаль Уже занято все Кстати, их тоже надо тренироваться Отправить Надо выйти из порта Чтобы они тренировались Так, и надо Придется нам снижать Так, либо истребителей Меньше ставить Либо Бомберов Палубных Меньше Чтоб не было штрафа За превышение То, что Самолетов на палубе Больше, чем Может вместить в себя Ладно, снизим Бомберов Кстати, это надо В отдельный флот Выделить Командовать Авианосной группой У нас будет Филипп Обой Нео Извиняюсь за мой Французский Так вот Французский 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 Адмиралы тоже все вообще не проработаны, у всех одинаковые портреты. Мне кажется, в ваниле то лучше проработаны. Адмиралы. Адмиралы. Тур-де-Франц, очередной. Так, начинается гражданская война в Испании. Вообще, исторически, Франция и Англия занимали политику невмешательства. Хотя в это время во Франции были левые у власти, но как бы очень сильные позиции правых, которые вообще хотели, чтобы франкистам помогали, а левые, соответственно, тоже тут типа народного фронта было вот это вот, у республиканцев здесь. Социал-демократы тоже у власти. Вот поэтому Франция, чтобы, ну даже чтобы внутри у нее было более стабильно, чтобы не было нового политического кризиса внутри Франции, поэтому Франция заняла политику невмешательства в дела Испании. То есть она не помогала ни франкистам, ни республиканцам. Чтобы себе хуже не сделать. Ну, в принципе, мы можем помочь попробовать республиканцам. Потому что мы заинтересованы в том, чтобы республиканцы победили, конечно. Все-таки республиканцы точно не будут с Германией в союзе. Поэтому мы, наверное, отправим сначала добровольцев республиканцам. А потом, возможно, даже более серьезные меры примем по поддержке республиканцев. Кстати, в ваниле, ну в самой игре, оригинальный Heroes of Fire, там вот в будущем обновлении крупном, которое будет 1.9 или какое-то, которое в следующем, в начале следующего года выйдет, в марте где-то. Там полностью будут переработаны фокусы у Франции, Испании и Португалии. И среди изменений будет то, что изменение будет касаться Гражданской войны в Испании. Она будет более проработана. Там будет совсем другая система Гражданской войны. Ну, там, может, можно почитать у них на форуме разработчиков. То есть, чтобы Гражданская война была более сложной и шла дольше. Потому что обычно, вот как, сейчас обычно выиграют франкисты, ну в ваниле даже в любых модах, и очень быстро выигрывают. То есть, ну, до 1939 года, как в реальности, война здесь не идет. Где-то год-полтора максимум. Так, изучили мы новый корпус авианосца. Да, ну, доктрины, конечно, они жестко переработали. Морскую доктрину прям не узнать по сравнению с ванилой. Тут, в принципе, в доктрине надо все изучать. Ладно, сначала, наверное, вот эту ветку дожмем. Координация флота. Организация линкоров плюс шесть. И атака, защита тоже лучше. Потом все остальное. А, еще одно. Чей. Так. Изучили мы... Изучили мы новый танк наш, который мы попробуем внедрить в саму АС-35. Еще нам нужен шар Б1. Но он пока что со штрафом за опережение времени. Поэтому мы изучим что-нибудь из технологий бронированных машин. Либо штабной этот автомобиль, Готчик из М201. Либо броневик Лафли 50АМ. Так, здесь мы, наверное... Ладно, изучим пока дизайн танков. Тоже бонусы хорошие. Ладно. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Рене Эмиль Готфрио. Тут у нас гордость флота, линкор Прованс, линкор Лоррейн и линкор Бреттань. Звучит 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 линкор Бреттань. Народного фронта продолжает экономические реформы. Так, ну у нас левый у власти, значит можно национализировать военный военно-промышленный комплекс. Как раз то, что нам не хватает. Будет добавлено две фабрики бронированных мастерских по производству бронированных машин. И одна фабрика ручного стрелкового оружия и снаряжения. Вот эти вот фабрики, вот они. То есть вот унифор... Не фабрики, а факторий. Это униформ-факторий, она снижает истощение дивизий, то есть более качественная... Более качественная форма. Вот эти факторий снижают стоимость производства пехотного снаряжения различного. То есть один военный завод сможет больше производить этого снаряжения. Это вот самое сейчас нам необходимое. но... Есть одна фишка в том, что, насколько я помню, вот эти все, они работают только когда их кратно пяти. То есть когда их вот три, как вот две, одна, они не работают. Хотя написано, что эффект есть. На самом деле его нету. Как раньше. Сейчас тоже постоянно все меняется, миллион изменений, но как раньше было. то есть это не меняется. Хотя написано, что, допустим, объем производства дока плюс шесть на самом деле он будет только... Ну, только больше, только когда будет пять. То есть пять, десять и пятнадцать, по-моему, максимальный уровень вот этих факторий. Когда максимальный уровень, еще желтым будет гореть. вот этот... Вот. То есть сейчас вот оно показывает, что стоимость ниже. На самом деле стоимость не ниже. Ну, это раньше так было. Я не знаю, может быть, поменялось. Может уже сейчас любой уровень уже снижает стоимость производства. Так, мы можем в правительстве поменять. У нас есть семьдесят восемь политвласти. Что мы можем поменять? Из решений. Из решений мы можем... Так. Нет, снижать производство промышленное мы не будем точно. Фабрики мы не будем добавлять для людей пока что, потому что нам фабрик самим не хватает. Так. Предвыборную кампанию мы уже провели. Короче, дать убежище немецким и итальянским ученым, которых преследуют фашисты. Ну, это самый известный пример. Это этот, как его, Альберт Эйнштейн, который эмигрировал-то. Из Австрии, по-моему, когда ее присоединили в США. Но это понижать стабильность. Стабильность мы точно понижать, нам не надо. Но скорость исследования больше не это. Нам такое не нужно. Так, запрет фашистских, запрет коммунистических партий. Пока что у нас не хватает на это. напряженности не хватает. А, нет, не хватает. Гражданский, какой-то свободный. Так, экономическая политика. Улучшение рабочих условий. Ну, тоже штраф на производство. Тут штраф на исследование. Перспективные разработки ресурсов. Кстати, вот, если у нас, допустим, Япония отожмет, Индокитай, где резина, то мы можем начать разработку резины на Мадагаскаре. 8 единичек на Мадагаскаре. И разработка, так, алюминия в Танкине. Ну, Танкин у нас, да, это Северный Вьетнам. И в Западной Африке. Западную Африку нас точно не отожмут. Вот здесь вот. Так, демонтировать линию Мужина мы точно не будем. Тем более, тут штраф минус 50% сразу к стабильности и к поддержке войны. Так, здесь дальше у нас идут интересные фокусы. Ой, интересное решение. Иностранная политика. Эксплуатировать вот эти фракции. Синьцзян, Юнань, Гуанси, Шанси. Договор девяти держав позволил нам сделать некоторые неравноправные соглашения с этими странами, с этими полу-государствами. Ну, это известная фишка, что вот Китай, он с начала 19 века, он был этим, он был полуколонией, как бы, полуколонией европейских держав. Тут англичане, тут рулили, там эти опиумные воины знаменитые, вот это все. То есть они имели экстерриториальность, то есть они были неподсудны китайским законам. Ну, французы, англичане, там все эти, итальянцы, там русские, тоже там на севере. Вот. И у нас есть ряд договоров неравноправных с этими вот странами. То есть мы можем на этом что-то получить. Допустим, вот мы с Гуанси можем подписать неравноправный договор. У нас эффект при выборе получится одна фабрика добавится вне карты, то есть мы можем ее в любом месте разместить. И семь событий могут случиться с разной вероятностью, с разной степенью вероятности. То есть 3% вероятность что будет добавлен одна один военный завод вне карты, 2% что еще одна фабрика вне карты, 20% шанс получить выгодное предприятие, то есть мы с ними выгодно короче сотрудничать будем с Гуанси. И у нас снизится количество фабрик, товаров народного потребления. 30% шанс получить национальный дух китайские минералы, эффективность добычи всех ресурсов плюс 5%, 22% шанс получить дух совместный исследовательский проект скорость исследования плюс 3% и 15% шанс получить дух политическая репутация прирост политвласти 0,25% в день в течение 75 дней 8% шанс ничего не случится. В принципе можно прожать. Попробуем что это такое. свободное Так, свободное верфи. т.к. лог 2% 10% 10% 11% 5% 11% национальный 12% 12% ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, пробуем еще поэксплуатировать кого-нибудь из этих китайских фракций. Пока Хяпония не выпилила, поэксплуатируем еще Юннань. Вдруг нам что-нибудь там выпадет. Шанс выпадения военного завода все-таки там лишним не будет. Так, у нас производится без шаблона средняя артиллерия. Среднюю артиллерию я думал добавить в пехоту обычную. Наши обычные стандартные шаблоны линейной пехоты. Поменяем вот... А, у меня же еще опыта не хватает. Первые 25 опыта у нас пойдет на доктрину. Националисты взяли Мадрид, но их окружили там. Одиннадцатая Олимпиада в Берлине. Германских атлетов преследовал наибольший успех. 33 золотые медали они получили. На втором месте американцы с 24 золотыми медалями. Продолжение следует... В принципе шанс у республиканцев есть победить в Испании. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что у нас в правительстве вообще? Верховный главнокомандующий. У нас генерал... Морис Гомилен. Начальник генштаба. Продолжение следует... 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 Ну, то есть тут можно выбрать, либо мы проводим реформу, либо не проводим в интересах рабочих. Потом, либо мы выбираем исторический вариант, это вот статус-кво, потом поддержка Эдуарда Даладье, ну, социал-либерала, и потом союз с Британией. Либо мы идем тоже по статусу-кво, только оставляем Леона Блюма у власти, Народный фронт, и потом интервенция Франции, куда я там, интервенция... Короче, вот с Малой Антанты сближение идет, с Югославией, Румынией, Чехословакией, соответственно, и потом еще Польшу мы можем присоединить к этому союзу, то есть сближение с этими странами Восточной Европы. В этом случае, если мы поддерживаем социал-демократов, если мы поддерживаем социал-либералов, мы идем по пути историческому, по которому мы пойдем. То есть вот гарантии Бенилюксу, там вот это все, экономическая кооперация, с Великобританией. Вот. Ну и здесь есть альтернатива, соответственно, левая альтернатива, это радикальный фронт, это сближение, ну это коммунистическое правительство, соответственно, сближение с Коминтерном, или сближение с Советским Союзом. Коллективизация дальше, и дальше война с Великобританией буржуазной. А здесь вот дорога на сближение франко-советский договор о взаимопомощи, и война с Германией. Вот. Либо мы выбираем правый вариант, соответственно, фашистский. Здесь у нас какой-то свободный фронт, реорганизация государства, но это что-то типа того, что было во время этого режима, вишистского режима, когда Петен сделал реорганизацию Франции. Потом требования Волонии от Бельгии. Дальше ревизия Версальского договора. Здесь можно потребовать Рейнланд у Германии. Сломать лицо Третьему Рейху. Это если мы под этой ветки идем. Либо мы идем по ветке сближения с Германией, то есть ревизия Версаля, Версальская система международных отношений. И потом можно поделить Швейцарию. Понятно, между Италией, Францией и Германией. И потом борьба с Советским Союзом. И можно еще, кстати, вариант выбрать монархический, потому что во Франции традиционно сильны были позиции монархистов, особенно во время Третьей Республики, которая сейчас, особенно на пороге 19-го и 20-го века. Там едва ли не восстановили монархию. Там спасло только то, что в самих рядах монархистов было разногласие. То есть монархисты во Франции, они делятся на три партии, подпартии, можно сказать. Это сторонники Бурбонов. Ну, династия Бурбонов, самый известный представитель, это Людовик XIV. Это такие самые консервативные. То есть они сторонники феодально-аристократического порядка, патриархального. Потом это орлеонисты, которые сторонники боковой ветви Бурбонов, династии Орлеанской. Ну, это и самый известный представитель, это Луи Филипп король, который был королем Франции в 1830-1848. Вот. То есть они такие более продвинутые. Этого короля называли, типа, покровителем буржуазии. Он такой был ставленник крупных финансовых кругов. То есть там крупных, богатых банкиров, богатых промышленников. Вот. Вот. И еще третья, третья подпартия у монархистов, это были бонапартисты. Ну, понятно. То есть это были сторонники восстановления династии Бонапарта. Они были за такую сильную власть. Короче, как во время Наполеона III империя. С агрессивной внешней политикой, соответственно. Вот. Из-за того, что они не смогли договориться между собой, из-за этого они были, не смогли установить монархию во Франции в конце 19-го века, там, в начале 20-го. Вот. Ну, можно попробовать установить. Потом, соответственно, реабилитация, бабская реабилитация, прощение от папа Римского. Прирост стабильности, поддержка монархии абсолютной. А, изменится абсолютная монархия. Понятно. Реставрация. То есть реставрация монархии. И потом можно пойти по пути Латинского Союза. Это сближение со странами, которые латиноговорящие, Италия. Потом сближение с Португалией и с Францией. Это понятно. Ну, естественно, мы пойдем историческим путем. То есть нам надо выбирать вот это. К сожалению. Социальные реформы проводить популистские. Да, и, кстати, вот эти реформы, они привели к чему? К тому, что начался массовый отток капитала. То есть, из-за того, что была угроза коммунистов к власти, из-за этого крупные богатые французы начали выводить капитал. Из-за этого, соответственно, франк стал обесцениваться. и начался подъем цен. То есть, то, что они повысили зарплату, получается, они даже, ну, особо ничего не поменялось. То, что правительство Народного фронта повысило зарплату рабочим, цены тоже поднялись. Не, ну, достижения, конечно, были, да, то, что особенно вот в плане то, что вот это вот 40-часовая рабочая неделя, там всякие пособия по безработице, это, конечно, да, это нужно было вводить. Такие самые базовые социальные гарантии, да, без них никуда. Но за этим Франция пожертвовала, в обмен на это она пожертвовала своим развитием, своим промышленным, прежде всего. А вот у нас появился фокус, ну, национальный дух, китайские минералы, то, что мы стали эксплуатировать клики китайские. Так, тут у нас республиканцы вернули Мадрид. Отправим еще добровольцев. Кайкер____. Ахм-м-м. Продолжение следует... 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 кстати вот стабильность да надо сейчас вот это откачать эти все препараты медицинские они дают стабильность это очень важно так контроль качества на производстве социальные реформы начали мы дальше сразу наверное берем статус кого чтобы стабильность 5 процентов была у нас и политвласть 75 процентов так все обучение закончили до регулярных кораблей испанская республика просит нас помощи испания в опасности франция всегда поддерживала демократические силы до фашистские соседи у нас под боком конечно это нам будет очень опасное соседство с другой стороны германия и италия могут атаковать нас если мы поддержим республиканцев а великобритания не захочет защитить нас что мы будем делать отправим добровольцев но вряд ли германия объявит на войну отправим пяти тысяч добровольцев отправим пять тысяч добровольцев все таки германия еще не настолько сильная чтобы объявлять франции войну Хотя у Франции сейчас тоже положение такое не очень хорошее, мягко говоря. Ну что, Германия не реагирует? Китайские коммунисты объявили войну. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальность Субтитры сделал DimaTorzok Дальность Так У нас еще 2 года впереди Как раз Все в принципе логично Сейчас мы изучаем вот этот Просто все равно в этой ячейке мы только и самолетом можем изучить Как раз сейчас возьмем легкий бомбер 500 дней потом Сразу вот этот истребитель Все логично Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальность Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальность Так, статус-кво Ну пока что отставку Блюма пока что рано Даладье пришел к власти В начале 38-го года Еще весь 37-й год еще народный фронт Должен действовать Так что мы пока что перенесемся на другую ветку Нам надо развивать промышленность Нам нужны военные заводы Так, инвестиции в колонии Ладно, возьмем инвестиции в колонии Потому что в Европе наступает опасное время Мы должны улучшить наши колониальные владения Чтобы, если что, можно было опереться Так сказать, надежный тыл себе обеспечить перед войной в Европе КОНЕЦ Так, что мы можем поменять в правительстве Чтобы увеличить стабильность прежде всего Так, время призыва Возраст призывной Тут у нас так само мягкая стоит Вот нам очень нужна на самом деле КП-шка Вот эта КП-шка нам нужна Конструкторское бюро армейского снаряжения Чтобы уяснить стоимость Снаряжения армейского Так Ладно, возьмем, наверное, вот эту КП-шку КП-шка нам нужна Либо концерн электроники. Субтитры создавал DimaTorzok Да, надо подождать 150 полет власти. Вот это взять. КБшка по снаряжению пехотному. Она снижает стоимость производства. Снаряжение. Либо МАС, либо ГОЧКИС, либо Шнайдер. А, Шнайдер это артиллерия. Так, подписывают Белый мир. Китайская Советская Республика и земли. МА. 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 7 дней мы будем исследовать доктрину наконец пехотную армейскую так берем со скидкой теорию первым времен первой мировой войны пехот на танков артиллерийская координация с скидкой блин надо еще тоже этот на эту тоже скидку купить 25 полетой армейского опыта так что мы сейчас пока шаблоны не сможем поменять дивизионные дальше возьмем так освещение флоресцентными лампами на производстве наверно но увеличение эффективности производства максимальные или коммерческий пластик это у нас будет штраф за отсутствие ресурсов не ресурсов нас хватает а вот охлаждение холодильнике минус два с половиной процента фабрик товаров народного потребления понятно то есть мы освобождаем фабрики потому что изобретаем холодильники освобождаем фабрики для военных нужд и 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 Здесь развитие тактики авианосцев, вся авианосца организация плюс 3 и размер палубы плюс 5 процентов. Не, ладно, пока выкачаем основную доктрину, нашу морскую, вот эту, на линкоры, потому что линкоров у нас все-таки больше, чем авианосцев, возьмем вот эту доктрину. Продолжение следует... Так, в Советском Союзе проходят чистки среди высшего военного командования, это понятно. Так, свободные верфи. Так, это у нас Дюнкерк класс и Страсбург класс, это у нас линкоры что ли? А, да, линкоры. Сейчас у нас будет много линкоров. Да, с горючим, конечно, в Франции тоже проблема серьезная. При том, что я... Сколько мы закупаем? Больше 100 единиц нефти. 10, 17 фабрик мы теряем в закупке нефти. Тридцать седьмой год начался. Республиканцы еще вроде как держатся. Более-менее. Водолгое-менее. Субтитры сделал DimaTorzok Так, новые кораблики. Что мы можем заложить еще? Что у нас не хватает? В принципе, у нас... Можно еще один авианосец заложить. Более современный. Так, это уже устаревший корпус. Так, легкий авианосец. Эскортный. Ну, полноценный. Возьмем вот этот. Сейчас напихаем сюда побольше. ПВО. А, у меня не хватит этого опыта. Как обычно, не хватает опыта. На шаблон. Тогда возьмем... Построим еще, наверное... 58 эсминцев. Ну, можно еще пару крейсеров тяжелых. Класс. Класс. ПВО. Так, 203 мм. 8-пушечная батарея. А здесь... 152 мм. 9-пушечная. Здесь круч. Наложили. Вооружение. В третий. Ух. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, во время обучения два стратегических бомбардировщика стали жертвами несчастных случаев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сначала построим наш национальный центр научных исследований, чтобы добавить еще один слот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Движок мы наверное возьмем, скорость нам не нужна поэтому возьмем дизельные двигатели. Использование топлива, экономия топлива у нас здесь самое главное. Так, вращающиеся турели, подвеска, подвеска, ладно пока что наверное движок. Поехали. 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 Итальянцы тоже зря времени не теряют, тренируются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, армия, конечно, когда просто тренируется, тоже очень много горючего потребляет. У нас довольно много моторизованных дивизий, всяких танковых. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что, хватит нам 20 опыта, чтобы новый авианосец построить? Так, авианосец это у нас паровой двигатель. Субтитры создавал DimaTorzok Нет, не хватит. Построим еще один какой-нибудь тяжелый крейсер. Вообще ванили намного быстрее вот этот опыт флотский, вот он даже немножко, когда обучается кораблей, то опыт очень быстро фармится. А здесь мы в этом моде это пофиксили. То есть он здесь более-менее так же равномерно, как и авиационный и армейский опыт. Так, ну что, возьмем тогда. Даже не знаю, что построить. Еще подводных лодок, что ли, накидать. Не ладно, тяжелые какие-нибудь корабли нужны. Еще один алжир. Тяжелый крейсер. Тяжелый крейсер. Сибирь. Тяжелый крейсер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Механический компьютер, наверное. Середина 37-го года до сих пор республика держится, в принципе, неплохо относительно. Что у них там вообще сейчас происходит? Середина 37-го года до сих пор республика держится. Так, инцидент с дирижаблем Гинденбург. Родился Морган Фриман. В городе Мемфис, штат Теннесси. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Добавил 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 DimaTorzok. Продолжение следует... 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 За независимость Ирландии. Ирландская республиканская армия, ИРА. Особенно в Северной Ирландии там проблемы были большие. В Великобритании. Да, поддержки войны нам не хватает для того, чтобы рос наш этот командный ресурс, чтобы мы могли поддержать еще больше. Республиканцев. Нужно 25, чтобы оказать экономическую помощь Испании. Еще шесть накопить как-то. С Божьей помощью. Вроде они пока что тащат республиканцы. Сейчас у них 33 где-то завода и 70 дивизий. Но это с добровольцами там, с партизанами. Заводов у них примерно одинаково. Военных. Заводов у них. А что уже получается? Немного кто-то знаете. авианосец наш. Пока что он один, но может быть мы еще один построим. Если успеем. Эмилия Эрхард где-то пропала, пока облетала вокруг земли. Начинается заварушка в Азии. Продолжение следует... Тур-де-Франц, 37-го года. Инцидент на мосту Маморка-Пола. Тур-де-Франц, 37-го года. Тур-де-Франц, 37-го года. республиканцев почти дожали фашисты. Так, дальше что? Так, ну тут понятно, тут вот развитие армии, тут развитие флота, тут развитие авиации. Вот, кстати, мы можем строительная программа морская, плюс 25% опыта морского, как раз нам хватит, чтобы авианосец, скорее всего, 55, если будет, здесь тоже все понятно, здесь мы выбираем либо стратегия Деголя, то есть маневренная война, это вот ставка на мобильную пехоту, на танки, но у этой доктрины есть одно но, ее поздно развивать, ну после 1936 года, потому что у Франции нет возможности, как бы ее, ну, сопроводить, то есть нет нормальных танков вообще, нет, вообще, то есть их нельзя исследовать, потому что их нету, потому что она их не развивала в реальности, поэтому здесь нет нормальных танков, вот, и нормальной авиации штурмовой, штурмовиков вообще нету, как вы видите, то есть смысла брать вот эту доктрину, вот эту вот Деголя стратегию, нет смысла вообще, тут надо чисто окапываться, вот, план Жиро, то есть, ну, эшелонированная оборона, то есть вот фокус на фортификации, скорость строительства, укреплений, потом альпийские форты, и потом продление линии Мажино, я так понимаю, вдоль границы с Бельгией, вот это наш выход, единственный вопрос, стоит ли сейчас отобрать, или еще подождать можно, в принципе. Так, можно еще что-нибудь в рамках нашего развития общественного что-то посмотреть. Так, национализация мастерских авиационных пока что еще рано, с самолетом мы пока что все равно не строим. Ну, скорее всего, мы, наверное, сейчас проведем реформу, девальвацию франка, ну, то есть его обесценивание. Потому что, ну, вот эта программа Народного фронта, которая широкая социальная поддержка, то есть там очень много денег пришлось тратить на то, чтобы повысить зарплату рабочим, там, на все эти пособия, вот эти все, вот. Из-за этого, естественно, бюджетные средства уменьшились, и для того, чтобы наполнить бюджет, надо было увеличить эмиссию денежную, то есть провести девальвацию франка. Ну и плюс девальвация франка, она дает, какой хороший плюс, то что промышленность французская становится более конкурентоспособной на международном рынке, потому что ее стоимость, ну, стоимость ее продукции получается уменьшается. Потому что франк обесценивается, он становится более дешевым. Но это ведет к тому, что повышаются розничные цены внутри Франции. То есть я говорю, то, что вот они повысили зарплату Народный фронт, ой, ну да, зарплату рабочим, а в результате вот еще появляется инфляция. То есть смысл от этого, ну, эта реформа, можно сказать, нивелировался эффект этой реформы, повышение зарплат рабочим. Так, ну, у нас флот закончил тренировки, почти весь. У нас начинается избыток горючего. Можно снять фабрики, наверное, с Америки. Оставим СССР, 4 фабрики, 32 единицы топлива. Топлива, нефть. Немножко добавить. Оставим СССР, 4 фабрики, 32 единицы топлива. Так, что мы исследуем? Кстати, нам еще надо будет производить вот эти вот батареи береговой артиллерии для линии важного, прежде всего. И вот эти вот корректировщики огня самолета. Бреге, 270. А военных заводов нас вообще не хватает. Что тут можно исследовать дальше? Противотанковые ружья, наверное. Но их тоже надо будет производить. А вот, гарнизонное оборудование. На защиту гарнизона бонусы. Противотанковые ружья, наверное. Стоятки, sunrise окей. Красивые ружья, нефть. Так, Гугаславия хочет купить самолеты. Отправим ей наверно, что у нас там есть, на складе тактические бомберы, ну и истребитель тоже есть. В принципе нам без разницы что продавать ей, бомбардировщики или истребители. 180 дней, а здесь 120 дней. Значит мы продадим Югославии бомберы и получим минус 2% фабрики товаров народного потребления в течение 180 дней. Так, наконец-то у нас освободились фабрики, мы можем что-нибудь построить. Конечно же мы построим военные заводы. Так, вот что-то я близко вот к этому региону не хочу строить, хотя здесь инфраструктура самая лучшая, 50-й уровень. как назло. Как обычно. Построим. В районе Лоир и Бреттань. военные заводы. А можно ещё вот здесь. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Так, что-то не помогала наша помощь, скромная, испанским республиканцам. Ну, им же еще Советский Союз послал добровольцев. Хуан Негрин. Враг фашизма. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Поехали! 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 Да, стабильность у нас, конечно, падает вообще. На 0.90 в неделю. Пока у нас этот действует дух этот вредный. Разобщенное правительство. 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 Продолжение следует...